Я тут попытался сочетать все творческие таланты нашего сегодняшнего гостя, так у меня пальцев рук не хватило. Ну давай считайте. Ну, музыкант, педагог, телеведущий, радиоведущий, писатель, поэт, актер, режиссер, искусствовед, ну и человек, который занимается музыкотерапией, наверное, отчасти еще и врач. Уже можно представить гостя. Михаил Козеник, мы решили, что можно вас представить как настройщик человеческих душ. Ну, раз вы так решили, я подчиняюсь. У нас программа почти серьезная. Когда настройщик человеческих душ был ребенком, он мечтал стать керосинщиком и страждущим разливать вот эту чудесную горючую жидкость. Вот эта экзотическая профессия, она вас, собственно говоря, чем привлекала? Потому что когда-то мы жили в таких условиях, это же послевоенное, я ребенок 51-го года рождения, значит, прошло всего лишь, как я теперь понимаю, совсем немного после войны. Тогда мне казалось, что война это где-то очень далеко, когда мне было 5, 6, 7 лет, да, а на самом деле очень близко, потому что время сейчас ускоряется. Я помню, когда мне было 10 лет, я говорил, господи, я так давно живу, а мне только 10 лет. Я же не знал, что следующие 10 лет два раза короче, а потом начнется километровые столбики, да, 180 километров в час и столбики к чистоколам. Я не знал этого тогда, я был счастлив. Как? Это было 10, еще 10, еще 10. Аааа, еще 10, это было какое-то безумие. Но вот в те времена у нас замерзала вода все время в кухне. У нас был кран, один единственный кран с холодной водой, и она все время замерзала, потому что в кухне у нас была температура минусовая. И вот керосинкой отогревали трубы. Я был такой счастливый, когда текла вода, это была как бы победа, понимаете? И папа, и мама, и я, мы радовались, и тут же подставляли все канистры, потому что ночью она опять замерзнет. Поэтому керосин для меня был как бы символом воды. А керосинщик Прометей еще приезжал. Ах, керосинщик! Понимаете, во-первых, вот эта вот штука такая, которую он отмерял, ему не надо было долго думать, он зачерпывал и выливал, зачерпывал и выливал. И я стоял и смотрел, какое чудо. И мне даже казалось, что керосин – это какое-то молоко. Понимаете, это какое-то чудное что-то такое, совершенно невероятное. И это было каким-то счастьем. Потом эти саночки, на которых папа вез, и этот бидон, и меня тоже. Я кричал быстрее, я не знал, что папе трудно было быстрее. Он вез меня быстрее. Ну, на него землянка упала в 42-м году и переломала кости таза. И он никогда не жаловался. Но, оказывается, кости давили все время в кожу, в мясо, впивались в каждом движении. И он настолько к этому привык, он смеялся, улыбался и быстро вез меня на саночках. Вы знаете, мне кажется, вот сейчас вы похожи еще и на сказочника. Потому что кажется, что вот ваш сейчас рассказ закончится обязательно счастливо, и все получат свои призы, подарки, что этот папа ваш обязательно выздоровеет, и что жизнь будет прекрасной. Вот в какой момент вы поняли, что у вас есть вот этот дар видеть какие-то обычные вещи в совершенно ином каком-то виде? Все очень просто. Когда я начал играть на скрипке, то родители очень умно себя вели. Я вот до сих пор не могу переоценить их ум. Папа нет, а мама живая, 93 года. И я, когда приезжаю в Стокгольм домой, ну, у меня два дома, здесь и там, я прихожу к маме и опять говорю, мамочка, огромное тебе спасибо. И ты знаешь, тебе придут спасибо тысячи и тысячи моих слушателей. Мама говорит, ты знаешь, сыночек, я очень здоровый человек, но у меня есть только одна болезнь, это мой возраст. Но я хочу дальше жить, потому что мне жутко интересно с тобой. Мне ужасно интересно, что ты придумаешь по радиопередачам, что ты придумаешь по телевидению, какую новую книжку ты напишешь. У нее она из полка, где стоят мои книги. И вы знаете, это действительно было чудо. Они устраивались домашние концерты, приходили гости. Гости приходили не столько есть и пить, хотя там ели и пили, но была такая малиновая занавязочка, двойная. Ее раскрывали, папа выходил, выступает Михаил Казиник. Моцарт, Али Грэнта, выходил маленький Михаил Казиник и играл. Потом Моцарт, весенняя песня, выходил маленький Михаил Казиник и играл, кланялся и так далее. Я понимаю, что это было здорово. А кто там были слушатели? Слушатели были друзья нашего дома, замечательные интеллигенты, такие чудные учительницы филологии Ася Семена Лосева. Она сейчас живая 102 года. Представляете себе? Тогда она была совсем молоденькой, 50-летней девочкой. И даже больше немножко, чем 50. Представляете, как интересно, когда живешь 102 года. Она вышла замуж, когда ей было 74 года в последний раз. Слушайте, он в такой оптимистической бездаче будет. Слушайте, а мужу было 73, он на год моложе ее. Это был замечательный режиссер Семен Саидович Казимировский. И вот когда они поженились, то родился где-то там ребенок. Не у них, конечно, а где-то. И когда он умер, ребенку было 25 лет. То есть они прожили вместе 25 лет, потом он умер, они вместе написали книгу воспоминаний. Потрясающе. Представляете себе? Потрясающе. И сейчас она полная энергии говорит, Мишенька, ты знаешь что? Я прочла, я неожиданно у Пастернака такой стих нашла. Я тебе сейчас его прочту. Я говорю, что за книжкой пойдете? Нет, нет, я ему запомнил, он мне так понравился. То есть я просто всем говорю. Так, 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 Михаил Семенович. Да. А скрипочка-то волшебная, часом, не была ваша? То есть я так и думаю. Вот я сейчас 50-летняя девочка, послушаю скрипочку. Где-нибудь к 75 годам под вашу волшебную. Может такое быть? Напомните мне потом, я вам дам один всем очень важный совет. Если хотите жить 100 и больше и качественно. Говорите. Сейчас уже? Хорошо. Потому что я же должен вернуться к той истории, когда я играл. Я, значит, хочу вам сказать. Маме 93. Самая младшая из их подруг, 89, они называют девчонка. Значит, это круг подруг, которым 102 Ась Семенович. Маме 93, есть 95 постарше мамы. Она все время учит маму, как жить. А мама такая веселая и говорит, нет, нет, ты не права и так далее. Так вот, когда они все, это все те, кто приехали из Советского Союза к детям в Швецию по повседению семей. В том числе и моя мама, и эта Ась Семенович. Их всех пригласили в школу. Когда им было 74, 75, 76, 78, 69, самая молодая. И мужчины и женщины этого возраста пришли в школу. И все началось сначала. Чай, кофе, перемены, экзамены, списывания друг у друга. И вот моя мама, слушайте внимательно, мне говорит, сыночек, вот скажи, права я или Полина? Полина на коленках написала шпоры. Все коленки, все ноги исписала. Неправильные глаголы шведские. Вот скажи. Я ей говорю, Полина, ты же не для училки учишься. Ты же для себя. Понимаешь, зачем тебе? Ты же кого обманываешь? Училку? Нет, ты себя обманываешь. Ты не будешь знать неправильный глагол. Я улыбаюсь. Ну вот скажи, сыночек, я права? Я говорю, мамочка, абсолютно права. Полина учится для себя. Ей уже пора это понять. Ей уже за 70 лет. И вы знаете, вот здесь очень большой секрет долголетия. Когда человек умирает, он может умереть в 60, в 65, в 70, когда он вдруг понял, что все лучшее позади, а впереди только болезни и умирание. Он никому не нужна ли она? У всех своя жизнь, свои интересы. Так вот я всем советую. Немедленно, как только вы подумали, что жизнь кончается, немедленно начать танцевать фламенко или изучить симфонии Битхойна, или весь путь Битхойна от ранних сонат до поздних квартетов, или, я не знаю, выучить какой-то язык. Вдруг начинать читать те книги, которые вы мечтали прочесть всю жизнь и не добрались, скажем, игру в бисер Германа Гесса. Вы ее начинали и бросали, начинали и бросали. А вот теперь не брошу. Время есть. Вот так мыслит любой, например, швед. В 65 лет выходя на пенсию, он знает, ему осталось жить лет 25. И вот эти 25 лет, это должна быть другая жизнь. Все свободны, все самостоятельны. Есть дом, квартира, пенсия. Все есть, да? Что, чего нет? Нет будущего как бы. И вот как только вы моделируете будущее, начинается чудо. Вы пишете книгу воспоминаний. И вы эту книгу будете писать 5 лет, потом издавать, потом вдруг следующая книга, потому что огромное количество отзывов на эту, и хочется опять написать книгу, да, и так далее. То есть, если вы в 70 лет начинаете танцевать фламенко, у вас не будет ни онкологии, у вас не будет ни этих лишних морщин, у вас не будет больных ног, потому что вам надо танцевать фламенко, а больными ногами танцевать фламенко нельзя. Так вот, совет всем. В каком-то моменте жизни, когда вдруг люди ощущают, что они старые и никому не нужны, стать молодым и очень нужным прежде всего себе. И заняться тем, чем не занимался никогда. Потрясающе. Потрясающе. Вот почему они все живы? То есть, если человек начинает учить другой язык, ведь школа о чем? Шведский язык, шведская общественная жизнь. Все это совершенно бесплатно. Понимаете? И вот они, значит, их возят в Упсалу, показывают старинные соборы, показывают храмы, показывают дворцы, показывают о жизни Швеции, о социальной жизни Швеции. Учат язык, мама неправильные глаголы, выписывают предложения, строят, говорит, сыночек, давай поговорим по-шведски. Я хочу посмотреть, как у меня получается со шведским. Пойму я тебя или нет. Мы говорим по-шведски. То есть, если человек начинает в 70 лет учить язык, то 25 лет жизни минимум. Ну, гарантированно. Почему? Потому что какого? Извините, чего? Да, да. Извините за упражнение. Ради чего тогда, да? Нужно учить язык, которым не успеешь воспользоваться. Значит, надо же этим языком еще и воспользоваться. А вот тогда смотрите, какая штука получается. Мы все равно к этой волшебной скрипке обязательно сейчас вернемся. Но вы скажете очень правильную вещь. Значит, как-то так мы должны управлять собственным чем? Душой, сознанием. Что там такое умнее нас, которое может дать нам все просто? Да просто все. Одна фраза. Подсознание умнее, глубже, тоньше и логичнее сознание. Сознание разорвано благодаря клиповой школе, благодаря клиповому мышлению, благодаря совершенно нечеловеческому телевидению почти во всем мире. Даже не будем говорить о нашем телевидении. Будем говорить вообще о телевидении. Потому что человек добровольно вносит в дом ящик, который нарушает его права. Потому что отныне в его доме будут появляться всякие злые дядьки, которые будут действовать на эту кору, на эту подкорку. То есть говорить ему так, думай так. И человек это добровольно делает. Помните, это как у Салтыкова Щедрина, когда мужик и два генерала. Отдохни, дружок, только свей прежде веревочку. Мужик свел веревочку этой веревочкой, генералы привязали мужика к дереву, чтобы не убег. Салтыков Щедрин – это самый актуальный писатель с точки зрения социального строительства. А как же тогда, смотрите, Михаил Смирнович, как же тогда ваша вся деятельность на поиск и нахождение смыслов направленное, она же тоже воздействует не на подсознание, да, получается? Как же вот это все? Вот что-то вы какое-то, я говорю, какой-то вы фокус. Нет, это не фокус. Это какое-то волшебство, вы знаете. Ну, давайте попробуем сейчас. Вы два филолога, да? Можно с вами пошутить? Давайте. Ну, поскольку передача почти серьезная. Я не знаю, если вы, конечно, смотрели, я в Питере эту шутку провел первый раз, она лежит где-то выложена на интернете. Я задаю вам вопрос. Я начинаю читать Пушкина, сказку о рыбаке и рыбке. Так. «Жили-были старик со старухой у самого синего моря». Правильно? Да. Да, точно? Товарищи филологи, господа филологи. Сейчас. «Жили-были старик со старухой у самого синего моря». Ох, как я люблю эту шутку, господи. Жили они 30 лет и 3 года. Да, ну, все правильно. Дальше все узнаете. Только там, если бы Пушкин начал «Жили-были старик со старухой у самого синего моря», это был бы не Пушкин. Но поскольку он Пушкин, он пишет так. «Жил старик со старухой». А, со своей старухой, да. А понимаете, в чем разница? «Жили-были» – это обычное начало. Да, да, да. «Со своею» – это значит, что еще своя. Пока у него есть разбитая корыта к этой старухе в приложении, ветхая землянка, и жил он со своею 30 лет и 3 года. Вот сейчас что-то случится. По мере желаний старухи, она перестает быть своей. Помните, он становится дурачиной и простофейкой. Потом на конюшню служит. Он уже не свой, он конюх. А потом с глаз долой прогнала, когда царица, да. А потом решила заменить старика рыбкой, то есть жить без посредника. Понимаете? То есть старик никто и звать его никак. Так, Пушкин гениально кодирует. Жил старик со своей старухой. Была своя старуха. Да, была разбитая корыта, да, была ветхая землянка. Да, была своя жизнь, своя старуха. Но была своя старуха, любимая. 33 года жили, пока не случилось искушение. Пришел шанс в виде рыбки починить корыта. Или заменить корыта. Но человеку, оказывается, то есть это же сказка о смысле бытия. У Пушкина сказка. Потому что у братьев Гримм это действительно сказка о том, как жадность наказывается. А здесь нет. Здесь же другое. Понимаете? Например, еще второй тест. Давайте. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Где они жили? У самого синего. Далеко от моря или близко? Ну, близко. Близко. У самого. У самого. А если переакцентировать? У самого синего. Синего. Слышите, что творится в Пушкинской двуизначе. Да. Ну, знаете, да? Самое синее, значит, у самого. Рядом с морем. А самое синее? А почему самое синее? Потому что море, как и старик, свою ментальность будет менять. Старуха ментальность менять. Да. Там море будет... Море будет менять цвет. Почернело синее море. То есть они жили со своей. У самого синего. Все было чудесно. Ну, бог с ней, с этим корытом. Ну, стирала же. Пряла пряжу. Старик ловил другу. Любили друг друга. Тридцать лет и три года. Такие уже древние. Им лет по пятьдесят, наверное. Потому что... Ну да, тридцать лет и три года. Даже еще моложе. Ну, женщина выходила замуж в пятнадцать, в шестнадцать. Ну, долго они жили. А старику тогда было лет семнадцать-восемнадцать. Значит, прибавьте семнадцать. Пятьдесят, какой же старик был. Пятьдесят, да. А ей сорок семь. Вот такие они. Старые, старые. Старик и старуха, да? Ну, она-то же, видите, не старая. Она же там начала творить. Заметьте еще одну деталь в той же сказке. То есть, смотрите, деталь. Помните, как народ стал роптать на старика, когда он посмел? То есть, народ моментально забыл, что это муж старухи. Они же все знали, что они жили у самого синего моря со своей старухой. И как только старуха стала царицей, народ тут же забыл, что она простая баба, которая пряла пряжу. И начал говорить, как ты посмел страть старичину? То есть, вот вам еще Пушкин показывает тот самый бессмысленный народ. Это понятно. А вот, смотрите, когда мы говорим о включении бессознательного, ведь поиск не смысла жизни. Вот если мы говорим о старухе, а власти, получается. И когда вы говорите о том, что своя не своя, это равенство и партнерство. А власть, которая тебе откуда? От денег, от рыбки, которая символизирует вот это вот безграничное. А золотая рыбка, значит, на посылках. Ну, так вот об этом идет речь. То есть, она пришла к убеждению, что старик ей не нужен. Зачем ей нужно все время обращаться к этому дурному, дурачине, простофилю. Когда можно напрямую. Когда можно напрямую контактировать с рыбкой. А что тогда такое рыбка? А, вот рыбка – это тот самый тест. Ну, я часто об этом говорю, поэтому вы, наверное, знаете. Я разбираю вот эти все сказки германифтические. Скажем, притча о курочке рябь. Это же не сказка, а притча. Притча о шансе. Однажды в жизни золотое яичко. А дед и баба начинают его бить. То есть, бить. Когда оно разбивается мышкой. Они начинают плакать. Они плачут. Чего плачут? Вы этого добивались. Добивались, да. А курочка ведь говорит, да, не плачь, не плачь, баба. Я вам не знаю, что вы заслуживаете. Не надо вам. Вы не знаете, что делать. Не золотое яброствую. Жайте себе яичницы. То есть, они получили шанс. Вы не знаете, что делать золотыми яичками. И шансом не воспользовались. И Пушкин, он почему, он же вот возвызрел на этой великой притчевой славянской литературе. Понимаете? Он же впитал в себя это. Он же сразу слышал. Помните, у него есть понятие магический кристалл. Вот это на меня когда-то и подействовало больше всего. Почему я стал выступать? Я поместил в глаза магический кристалл. Ах, вот что. Да. Вот что. То есть, я рассматриваю сразу. Ну, смотрите, все смешалось в доме Облонских. Это в каком доме? У кого смешалось? Два Облонских там. Один Стива, а вторая Анна. Она же Каримина-то поможет. Она Анна Облонская. Вот Толстой дает. Все смешалось. У Облонских доме. То есть, у этого смешалось. У рода. У нее смешалось. У этого рода. Только его простили. Он живет весело, как жил. А ее под поезд бросили. Вот о чем речь. Ну, вот смотрите, все же, все же Пушкин работает на уровне сказок очень простыми словами. С чем? С нашими чувствами, эмоциями, с нашим подсознанием. Как одни люди, читая Пушкина, бесконечно образовываются, да, и постигают какие-то тонкие смыслы, а другие вообще не считают это серьезным. Это какие-то вопросы об образовании. Кажется, что если ты дашь трудные задачки, да, какие-то там мудреные, то ты будто бы чему-то научишься. Вот как вы это объясняете? Я это объясняю именно тем, что, помните, Пушкин опять же, и гений парадокса вдруг. Парадоксальная школа должна быть. А сын ошибок. Мы не умеем разговаривать с детьми. Понимаете, мы им задаем правильные вопросы и ждем на правильные вопросы правильных ответов. А мы вот в школе, например, просим от них вопросов. Да, конечно, но это какая-то старая мудрость, когда один ребенок приходит домой, и ему папа говорит, ты сумел правильно ответить на все вопросы, а другой приходит, и папа говорит, ты сумел правильно поставить вопросы. То есть вот это правильно поставить, это в тысячу раз выше, чем правильно ответить. Правильно ответить, это, как сказать, это молчи бессмысленный народ. Отвечай на вопрос, который тебе задают. Полным ответом вот так. Помните, школа, да, советская была? Ну и сейчас такая я хочу вам сказать. В основном. Нет, моя нет. И моя нет. Но за это, будем говорить прямо, наверное, спасибо говорит очень ограниченное число родителей. К сожалению, потому что те родители выходцы из той самой школы. Мои тоже. Предыдущие. Я имею в виду родители моих учеников. Но в моей школе обязателен контакт между мной, родителями, детьми и учителями. Потому что если я не воспитаю, не образую родителей, то ничего нельзя сделать. Ребенок приходит с горящими глазами домой, а у нас у ребенка задание, например, найти признаки вечности в квартире. И теперь и бабушка ищет признаки вечности, и папа, и мама, потому что завтра нужно принести признаки вечности. Папа рвет газету, начинает клеить ленту Мебиуса. Бабушка бежит с калейдоскопом. Ребенок говорит, а мне никуда бежать не надо, вся система парового отопления. Это признаки бесконечности. То есть, понимаете, что происходит? То, что я называю Нобелевским мышлением. Это выход за рамки привычных. Ну, например, во всех школах мама мыла раму. Все понятно. А у меня рама мыла маму. Причем рама мыла маму, теперь объясняйте, в чем дело. Сначала хохочет, а потом говорит, рама – это имя девочки. Правильно. И знаете, до чего доходит? Мальчик, который говорит, а я, когда вырасту, я сделаю мультик. Раме ужасно стыдно, что мама каждый год ее моет. Однажды у рамы появились ручки, ножки, глазки, носик смешная такая. Она слезла с подоконника, пришла к маме, говорит, сегодня я тебя буду мыть. И стала мыть раму. Значит, смотрите, как заработала фантазия. А еще девочка говорит, но ведь когда мама моет, я видел ее всегда, когда мама моет раму, много пыльной, мыльной пены, и пена попадает на маму, и таким образом рама в ответ моет маму. То есть, вы себе не представляете? А ведь на самом деле это признаки нобелевского мышления, междисциплинарное мышление, гений парадокса вдруг. Я задаю детям вопрос, вы опоздали на урок, это плохо, а теперь это будет очень хорошо, если вы придумаете потрясающую причину, по которой вы опоздали. Если я вам сейчас начну рассказывать, что придумали мои дети, вы просто передачу не закончите. Потому что, ну, вплоть до таких простых вещей, когда девочка 14 лет, говорит, видит бог, я спешила. Но я встретила Анну Каринь, но она меня нагрузила своими проблемами, я пыталась найти выход, вместе с ней помочь ей, как подруга. Одна маленькая девочка в ответ на это говорит, у меня будильник такой громкий, он как звякнул, я вскочила головой о стену, волосы дыбом, все утро ушло на восстановление печёвки. А вам говорят родители, ну да, они прекрасны, они, как в чайке по имени Джонатан Ливингстон, они умеют летать так высоко, но они же изгнанники. Как они будут жить в этом реальном мире, который... А они будут формировать и моделировать мир, вот в том-то и дело. Или они рабы... Скажите это им, я говорю каждый раз, мы должны научить их создать нам другой мир, чтобы когда мы научимся жить сто, двадцать лет... Смотрите, как всё просто. Вот я живу в своём мире. Вы знаете, сколько у меня друзей по всему миру, сколько поклонников, сколько людей, которые пишут, которые любят, которые хотят встретиться, которые получают ответы на вопросы. Сколько у меня в мире друзей. Это ведь сотни тысяч, миллионы, ну как, друзей, людей, для которых это важно. Значит, эти дети, которых мы с вами будем учить, они не будут вписываться вот в этот бессмысленный народ, о котором Пушкин говорил. Они будут притягиваться... Они будут притягивать к себе, потому что парадоксальное мышление... Ну вот, за столом сидят люди, да? Кого предпочитают женщины, сидящие за столом? Самого весёлого, самого юмористичного, самого парадоксального. Потому что у тебя мужчины сидят и говорят, ну да, вот работа, вот... Вот вы слышали, что сказал там Брежнев по телевизору вчера? Вот да, да. И женщинам скучно, думаю, господи, с кем мы рядом живём? Какой ужас, даже поцеловать не хочется, да? И вдруг один говорит, ребят, слышите, и начинается, да? Парадокс. И вдруг все женщины влюблёнными глазами смотрят на него. Он другой, он парадоксальный, он гений парадокса вдруг. Он шутник, он разрядил обстановку. Да какой там Брежнев? Брежнев приходит и уходит, да? А вечный юмор, красота, музыка, искусство, любовь остаются. Всё, все временщики. Я говорю, раскопайте президента и члена племени Мумба-Юмба. И вы увидите два одинаковых черепа. Неужели вы не понимаете, что и президент, и член племени Мумба-Юмба ничего не значат, а значит Бетховен? Значит Бак, значит Шекспир. У тебя есть ещё вопросы к нашему гостю? Да у меня масса вопросов, и я вообще не представляю, когда их можно задать. Ну, например, во второй части нашей программы. А так можно сделать? Я всё-таки по совместительствам директора МНТВ работаю. Спасибо тебе большое. Михаил Казиник. Ждите второй части. Как это не парадоксально звучит, у нас сегодня в очередной раз уникальная программа. Михаил Казиник. Вы знаете, у меня почему-то в памяти всплыл афоризм Оскара Уальды. Всякое искусство совершенно бесполезно. Оно совершенно бесполезно при условии, что оно является декорацией и формой. Конечно, как декорация она бесполезна. Скажем, смотрите, вот приезжал Рихтер, когда, в какие-то времена, и вот что случалось. Куча заведующих базами звонили мне, помогите с билетами, а мы вам клубнику среди зимы дадим. Они приходили, а Рихтер играл поздние сонаты Бетховена. Три подряд, два часа. Тяжело дело, да. Они, беденькие, приходили в филармонию, не знали ни где туалет, ни как от гардероба зайти в зал. Тяжело. Они метались, тяжело, да, оказывается, нужно полежить, оказывается, зал не на том этаже, где туалет, и не на том этаже, где гардероб. А вот они приходят на работу, вот гардероб и вот кабинет, да. А тут вот надо куда-то идти. Как они мучились. Но зато в перерыве они ходили с женами, значит, с животиками, такие напыщенные. Мы на Рихтере, да. То же самое сейчас, например, на Мацуеве. Не музыканты приходят на Мацуева, а люди, у которых есть, во-первых, 20-30 тысяч рублей, а во-вторых, которые относятся к тому кругу, которому положено служить Мацуева. Я помню, когда в Минск приезжал, в мою бытность работать в филармонии, Тихон Николаевич Хреников приехал, да, то все политбюро, все ЦК сидело. Почему? Потому что он член ЦК. То есть вдруг они любили не Биткоина, не Моцарта, а Хреникова. И это ведь народный. Это же самый главный лауреат Ленинской премии. И мы слышим то, что нам совершенно не нужно. Я думаю, ребята, как бы я вам с удовольствием сказал, ребята, придите завтра. Пожалуйста, там у нас будет чудесный Моцарт, я вам кое-что расскажу. Кстати, дайте я вернусь все-таки к той теме, а то потом нас упрекнут. И так я выходил маленький со спимочкой, Михаил Казиник, и вот я играл весеннюю песнь Моцарта. Ну, они все аплодировали. Ну, почему? Я понимал, потому что я сын своих родителей. Потому что они меня любят. А мне захотелось, чтобы они по-другому среагировали. И вот я стал выяснять, что это за такая весенняя песня. И вдруг узнал тогда, в 8 лет, что, когда Моцарт писал «Реквием», он изо всех сил отбояривался от «Реквиема». Потому что ему нельзя, у него и так постоянные мысли о смерти. Он всю свою жизнь знал о ранней смерти, и это сказывается всюду. Ему нужно было всегда побеждать смерть. А тут ради денег заказ большой, серьезный, написать мессу смерти. То есть восклавить смерть, объяснить смерть, сделать ее главным героем. И Моцарт во время этого берет детские стихи Овербека и пишет вот эту песню. Причем он же умер в январе, и «Реквием» писал в январе. А он пишет песню «Тоска по весне». Он как бы пытается показать, вот это заказ, а это «Тоска по весне». Скоро весна. Придет весна, и скоро вдруг рощи зацветут под шум ручья лес. Снова фиалки и так далее. И я рассказал это. И вдруг смотрю, мои гости смотрят на меня совсем другими глазами. Я уже не сын Семена Михайловича и Белы Григорьевны. Я уже Михаил Казиник. Да, Михаил Казиник. И я, восьмилетний, им рассказываю, знаете, вот эту мелодию. Я стал играть ее на фортепиано, потом на скрипке. И вдруг заплакали. И я понял. Оказывается, они этого не знали. Что Моцарт, и многие не знают. Все думают, что детская песенка Моцарта – это песня последнего Кёхеля. То есть, это песня параллельно с реквеймом. Моцарт изо всех сил отгонял смерть. И вдруг я вижу, слезы на глазах у людей вызываю. И вот тогда я понял все. Я знаю теперь, что делать. Я буду играть не для друзей моих родителей только. Я буду играть для человека, который еще вчера считал, что это все полная хинея. И что ему вкусно. Да, я ему раскрою. Я его удивлю, рассмешу. Прежде всего, я докажу, что классическая музыка не обязательно серьезная. Что 90% классики легкая, веселая, остроумная. Но для этого нужно иметь вот как чувство юмора. Вы расскажите человеку без чувства юмора какую-нибудь веселую штуку. Он скажет, да, ага. О чем это? Да, а когда смеяться, да. И так далее. Вот то же самое формируется. Чувство юмора, чувство музыкальности, чувство парадоксальности. И вот я нашел массу способов за все эти годы, что делать. И все-таки при всей вашей потрясающей энергетике были ли в вашей жизни минуты, если не отчаяние, то хотя бы сомнения в необходимости, пользе, важности того, что вы делаете? Или вот с того момента уже все? Последние годы, когда я уже понимаю катастрофически, что у меня не так много времени, как было 40 лет назад, как было 30 лет назад. И я вдруг смотрю и думаю, а куда делись все мои люди, все мои слушатели, все умные люди 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов, что они в один момент сгинули. Какая-то сатанинская сила их уничтожила. Где остроумные, тонкие. Откуда столько агрессии? Когда я открываю интернет, захожу на какой-нибудь форум, у меня такое ощущение, что людей выпустили из тюрьм, дали им по компьютеру и сказали, ну-ка разберитесь друг с другом. Если бы их собрали, они бы убили друг друга. А так они через интернет. И я даже вижу среднесобирательный образ участника такого форума. Сидит в майке, запачканной кетчупом, дырявой, на кухне. Жена ненавистная, она его ненавидит, в хрущобе, без денег. А может быть и не так. Хуже гораздо, когда сытый и гладкий, и в дорогой одежде, и с заказанными из дорогого ресторана морепродуктами он сидит и просто гадит в эту жизнь, потому что он ничего ценного не видит в своей жизни. А еще хуже вчера. На концерте Баха в зале филармонии, на полном зале, рассказывал самые уникальные вещи, потому что я осмелился назвать концерт «Новое о Бахе». Я стал показывать тайные знаки баховской музыки. Я говорю, смотрите, я сыграю начало этого концерта, а теперь виолончель, пожалуйста, сыграйте ваше соло. Виолончель – та-да-да-да-да-дам. Вы слышали, что вы зеркально ответили через несколько тактов? А теперь, смотрите, начните играть аккомпанемент второй части. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я говорю, вы слышите, что вы играете? Вы опять играете. А давайте теперь так, сыграйте начало третьей части. Та-да-да-да-да-да. Я говорю, откуда это взялось? Та-да-да-да. Музыканты, я работал на репетиции. Не знаю, как это. Та-да-да-дам, пам-пам-пам. Та-да-дам, пам-пам-пам. Та-да-дам. И с первой части эта закорючка пришла и стала основой третьей. Я говорю, посмотрите, Бах выстраивает великие математические идеи. И вдруг говорю в зале, пожалуйста, студенты консерватории Нижегородской, поднимите руки. Поднимает руку один парень в третьем ряду. Зал ахнул. Я говорю, ребята, вы что, серьезно? Неужели вы считаете, что вы все знаете, что вам ничего нельзя дать? Ведь я хочу с вами прежде всего поделиться, чтобы вы потом в своем городе не ходили в пустые залы. Потому что даже у меня. Вот это тысяча человек, которые здесь в зале сидит. Но ведь это 0,1% жизни жителей огромного европейского мегаполиса, миллионного города с кучей учителей, с кучей педагогов, музыкантов. А ведь помните первый раз, когда вы приехали в Горький, да? Да. И назвали его совершенно диким городом. Ой, какой был ужас. Действительно, город куда можно только сослать. Тогда у меня было такое ощущение. Потому что я пытался на автобусе уехать. И четыре автобуса пропустил, потому что, ну, мое воспитание не позволяет прижимать к себе массу чужих женщин сразу одновременно. Понимаете? Поэтому я стоял и ждал, когда автобусы... Опустеют автобусы. Потому что я даже когда-то шутил еще. Новогодняя речь. Когда Брежнев был на экране, мы выключали звук, а я гостям читал новогоднюю речь вместо Брежнева. И я говорил, что вот наш общественный транспорт – это прообраз будущего. Единодушно к единой цели. И когда стирается грань между мужчинами и женщинами, между городом и деревнями, все, о чем мечтал Маркс, и что воплотил Ленин стереть людей как грань. Ну, я вот, я слышу вашу озабоченность и тревогу вот этими компьютерными всеми увлечениями. И я знаю тоже, как педагог и человек, который все время работает с детьми, и как я тоже говорю, что я каждый день работаю с будущим. Поэтому я понимаю, оно будет счастливым или несчастливым. И они несчастны от того, что они не умеют даже коммуницировать друг с другом. Нет, я не знаю, что такое метафизика, я не знаю, как это назвать, но ее нет. Она передавалась, наверное, с бабушками, с поглаживаниями, с какими-то вот этими держаниями, прижиманием к себе и отдалением от себя. Ты должен вот это чувствовать. Они не чувствуют, а раз они чувствуют, это страшно. Это страшно, это агрессию порождает. Вы знаете, я с такими детьми обычно говорю, и прошу родителей с ними поговорить, которые вот зависят уже от игр, а их миллионы. Вот это вот наркотик, игра, она формирует человеческое антисостояние, отсутствие коммуникативности, все время кого-то убивать, от кого-то убегать, кого-то преследовать. Вы передайте вашим детям, что наркомафия, с ней пытаются справиться, потому что они, видимо, не очень хотят делиться доходами. А вот эти люди, у которых еще больше денег на ваших играх, чем у наркомафии, они, видимо, делятся доходами, и поэтому против них не ведется настоящая борьба. А речь ведь идет о наркотике самого высокого образца, потому что все признаки поведения организма – это вот как… Как у наркомана, как у зависимости. Абсолютно. Я бы, например, в школе все начал преподавание зависимости с пиковой дамой. Я бы показал, как Лиза… Ну, кстати, филологи, вопрос. Помните у Пушкина пигров? Пиковая дама означает тайную недоброжелательность. Кто это? Кого имеет в виду Пушку? Лиза. Лиза пиковая дама. Она же жертва, будто бы… Ну, вспомни… Нет. Нет. Вот оно за блуждение. Ну, конечно. Сейчас покажу. Смотрите, Герман приходит в игорный дом каждый вечер и не играет. Он зависим, но он не играет, потому что ему нечем играть. Вот бы разбогатеть. И тут томский кузен Лизы рассказывает ему тайну трех карт. А Лиза дает ключи от своей спальни, путь которой через спальню графини. И говорит, ты должен остаться у графини, а потом прийти ко мне, когда она придет с бала и уснет. Ну, не глупо ли? Ну, иди сразу в мою спальню, прячься под кроватью и жди, когда я приду. Нет. Она ставит Германа, больного психа, который там стоит и в окно все время смотрит на нее, потому что он хочет три карты. Он ищет способ жениться на старухе. Ну, ей 87 лет, а на тобой, глядишь, умрет. Почему 87? Потому что опять семерка. Почему Герман сошел с ума в 17-м номере? Потому что опять семерка. Пушкин обыгрывает тройку, семерку и туз во всем. Это математическая штука. И вот смотрите, когда Герман сходит с ума, он в 17-м номере, тройка, семерка, туз. Лиза вышла замуж. То есть это все происходит в этом времени. Вот Герман попался в вашу чудо, а Лиза играет свадьбу. За кого? За сына управляющего графини. Откуда взялся сын? Там написано, что он приятный молодой человек и владеет приличным состоянием. Он сын бывшего управляющего графини. Ребята, откуда? Кто это приличное состояние? Это чье состояние? Денежки, тучи, да. Потому что читаем назад опять. Произведение искусства нужно читать не слева направо, а вот так, как кристалл. Нужно объяснять все время. Вот так читать, да? Вот так, как Данте, Божественную комедию. Вот так. Так вот, слушайте, там же гениальный момент. Там написано, что старуху грабили, умирающую. Как только могли. Она ведь самая богатая старуха Москвы. Значит, денежки перешли к управляющему. Вот вам и ответ на весь вопрос. Детектив у вас получился. А Томский произведен в Ротмистры. А вы знаете, что нужно было платить определенную сумму, чтобы стать Ротмистром? Потому что это более высокий табель о рангах, и ты должен уже обладать состоянием. Томский произведен в Ротмистры. Значит, поделились. Томский рассказывает больному Герману о трех картах. И у Германа теперь других мыслей нет. Он идет к дому Лизы. Не любовь движет им. Им движет три карты. Это была шутка, графиня. Клянусь вам, это была шутка. Все, что эта бедная, как бы пиковая дама сказала. Все, больше она ничего не успела сказать. Потому что любая 87-летняя, если появится ночью в спальне молодой человек, и она стоит в пистолет, она умрет. То есть все сделано. Убийство задумано. Лиза выходит замуж за того, за кого она и должна была выйти. За сына управляющего графики. Это почти в то же время, когда Германа везут в сумасшедший дом. Герман в 17-м номере, а Лиза вышла замуж. А Томский произведен в Ротмистры. То есть вот вам ключ ко всему, что произошло. Заговор Томского, Лизы против Германа, против графини, чтобы помочь Лизе, потому что Лизе не было жизни. Я все время думаю о том, как на самом деле долго и мучительно обсуждаем, и сказку обсуждаем, да, сейчас пиковые дамы, нам пытаются показать опасность власти и денег. Опасность. Вот то, что вы сейчас сказали, это очень здорово, потому что научить детей прям шарахаться от этого, как от удара током. Конечно. Бояться. Это самый великий детектив в истории человечества, потому что большинство людей вот так и не разгадали. Но последняя фраза, самая гениальная. У нее дома живет бедная родственница. То есть круговорот пиковый дамп в природе. Видите, у нее бедная родственница, и Лиза станет старухой. Потому что родственница будет искать способ извести ее и заполучить доступ к ее деньгам. Если вы откроете теперь, да, после нашего разговора, вы вдруг все поймете. Господи, боже мой, я это не видела. Может быть, это действительно еще и опасность филологов, особенно тех, которые там учительствуют, в том, что, пытаясь детям передать как можно больше смыслов, ты теряешь основной какой-то. У нас был такой случай с моими очень уже молодыми возрастными учителями, которые пришли работать в школу ко мне, уже выйдя на пенсию в обычной школе, и говорят, что начали другую жизнь. Я попросила их прочитать Гарри Поттера. Не потому что мне надо было это делать. Я говорю, что надо просто выкол сделать. Вот своей привычной, вот этой вот учительской парадигмы, ну, выйти в другое пространство, в котором дети, к слову сказать, живут, и вернуться вдруг, как будто бы заново. То есть детей заставить читать Тургенева. Да, да, да. А себя заставить прочитать детскую сказку? Вообще филология и музыкознание – это самая большая беда на самом деле. Потому что это же ужас. У нас в советских школах всю жизнь преподавали мертвые души Гоголя, и дети не смеялись. Было совсем плохо. Вы знаете эту историю, что Гоголь никому не давал текстов. Он сам приезжал с текстом, не читал, и у людей они падали под столы. Они не могли говорить. Смотрите, открывается, что губернский город НН въехала бричка. Ребята, это же первая шутка. В России есть либо губернский город Н, если Гоголь хочет зашифровать название города, но НН – это единственный губернский город, который НН. А потом, когда два русские мужика спорят, доедет ли карета до Москвы, а до Казани доедет, а до Москвы не доедет, то вы сразу понимаете, что это Нижний Новгород. Вы знаете, это то же самое, как одесский анекдот. Это было в Одессе на берегу Эннского моря. Гоголь начинает читать и говорит, что в губернский город НН въехала бричка. Все, кто, кого он читал, уже начинали хохотать. Потому что так зашифровать. Единственный в России губернский город НН мог только Гоголь. А потом там же начинается такое, что никто не заметил ни тонкий, ни толстый, ни высокий, ни низкий. Если его не произвел никакого впечатления, вот почему поэма. Потому что ни жалею, ни зову, ни плачу. То есть миф. Никто не въехал, ничего не случилось. Дьявольщина начинается. Все, отсюда весь булгак вырастает. Когда там написано не аллея была пуста, а пуста была аллея. А это уже значит, что все дьяволы и коровьи в том, и молот уже идет. Все, потому что в русском языке же порядка слов нет, и это гениальный язык по этому. Потому что если аллея была пуста, то это правильно, аллея была пуста. Но если никто не пришел, никто не сел под липки, да, пуста была аллея. И вдруг это дьявольский запах тлена, дьявольские фильмы ужасов. Пуста была аллея. И там появляются вроде бы такой массолитовские березы. Там появляются, да, икают от теплой абрикосовой. И тогда дама в киоске, да, и так далее. Шведский, наверное, опыт вам подсказывает, что как-то можно устроить жизнь и управление жизнью, чтобы, скажем, как минимум не мешать друг другу. Вы знаете, да, вот этот весь покой и управление, оно куплено другим. Оно нивелирует личностное начало. То есть, если сделать всеобщее равенство, вот те, кто короче, их вытянуть нельзя. А тот, кто длиннее, его можно обрезать. Обрезать обязательно. Поэтому если вы в школе похвалили одного ребенка, сказали, какой же ты молодец, как здорово, то вы немедленно в Швеции должны похвалить тех остальных, потому что завтра они придут с родителями. Плачь, как родители скажут, что дети плакали весь вечер, и всклипывали, и мы их успокаивали, вы не имеете права преподавать, потому что вы при них похвалили одного, выделили одного ребенка. У них есть только одно понятие элита – элитный хоккей. Говорить о культуре как элитарном нельзя. И однажды в одной из статей в Швеции я написал про своего бывшего ученика по скрипке, который вдруг решил заработать дикие деньги, его сделали поп-звездой, но он стал наподобие нашего Киркорова, там, значит, Салем Альфакир. И мне тут же позвонили и сказали, что вы можете сказать, вы ведь его учитель по скрипке. Я скажу, что, знаете, я только сожалею, что Швеция лишилась скрипача и получила еще поп-звезду, которая скоро упадет. Она и упала, да? Знаете, что, кем меня назвали потом в отзывах? Культурным фашистом? Культурным расистом? Как я смел выделить? То есть шведский народ любит Салема, а вы противопоставили свою элитарную точку зрения и утверждаете, что классическая музыка выше другой. Этим самым вы обижаете шведский народ. Культурный расист. Вам надо серьезно подумать, как это вы так. Швеция получила... А как же Сальма Лагерлев, как же Низ, Дикий гуси... Вы никогда не подумали о том, что Лагерлев получила Нобелевскую племя. Ладно, получила за учебник географии. То есть Ницца, это учебник географии. А вы заметили, что Астрит Лингрен, доживя до таких лет, не получила Нобелевки? Вот я хотела этот же вопрос... Да Швецию-то знаю только через Астрит Лингрен больше и число. Да, через Карлсон этого замечательного парня. Конечно, Карлсон, Мия, Мия мой, Мия. Да, конечно, это главный герой планеты Земля. Астрит Лингрен не получила премии. Знаете почему? Почему? А вот вам простой ответ. В Швеции 200 детских писателей. Она одна из них. Понятно. Когда вы наблюдаете Питера... Одного вы обижаете других. Питера Симпсона откуда-нибудь из другой страны, этим самым вы не трогаете вот этот муравейник, где 200 писателей детских. Стримберг не получил Нобелевскую премию. Номинирован был и не получил. Прямо массолит какой-то. Да, очень хорошо быть пенсионером в Швеции. Медицина, по сути, бесплатная. То, на что у нас здесь собирают деньги, в этой Швеции, без нефти, без газа, да, там это все само собой разумеется. Ну, налоги... Моей маме 80 лет уговаривали сделать операцию, заменить клапан аорты, который обожился шведскому налогоплательщину в 100 тысяч евро. И мама после этой операции живет еще 13 лет уже, до 93-х, и Швеция платит за нее, за ее жизнь, за помощь, за квартиру, за все. Две с половиной тысячи евро в месяц. То есть они не дали ее умереть, когда ей было 80 лет, чтобы дальше продолжать ей, не работавшей ни одного дня, старой советской коммунистке когда-то, да. Вот, пожалуйста, вот тут решай. Или всеобщее равенство, но вот такое отношение... Это кувшинчик и дудочка. Дудишь, куб, тебе ягодки, а не дудишь, то как бы вот ищи сам. То есть в жертву элита, в жертву таланта. Вы знаете, с одной стороны, я понимаю шведов, а с другой стороны, мне совсем не хочется, чтобы это у нас уходило. Знаете почему? Потому что я однажды пришел в гастроцентр, мне нужна была срочная помощь, и врачи сказали, Михаил Казини пришел, можно с вами сфотографироваться? Мне за два часа сделали то, что в Швеции бы делали два месяца. Я даже не знал, с какой стороны в меня заходят, что со мной делают. Я проснулся через 30 минут, чувствую себя хорошо, они говорят, мы сделали и это, и это, и это, и это. Вот вам все данные. Почему? Потому что я, Михаил Казини, кто-то посмотрел мои программы, посмотрел мои фильмы, почитал мои книги, всем рассказал, господа, это Михаил Казини к нам пришел. А можно мы повесим вашу фотографию с нами, значит, вот что вы пришли к нам в гастроцентр в Москве. Знаете, я подумал, что я не могу совсем протестовать против нас в этом смысле, а в Швеции я помню. Потому что это любовь. Как перевести любовь в деньги? Вот она шведская мечта. Это же вроде бы всем действительно дали. А я знаю еще о чем. Я, честно говоря, думал, вы только при помощи музыкотерапии лечитесь. Я необычайно здоровый человек. Просто нужно все время вовремя все предупреждать. И не потому, что надо лечиться и прочее, а потому, что у меня нагрузка такая. Вот представьте себе, в августе, в конце августа я вылетел в Якутию. С тех пор я пролетал 41 рейс самолета, 18 часовых поясов, начиная от Якутии и кончая в Чикаго. Взгляд и посадка, взгляд и посадка. Между Якутией, Удмуртией и Чикаго я преподавал в Беркли, знаменитой академии, самая главная консерватория планеты. Ко мне сюда не приходят студенты на концерт, да, вместо того. А в Беркли они платят любые деньги за то, чтобы я читал им лекции. Я читаю лекции профессорам, я читал лекции студентам, композиторам и так далее. Здесь один человек пришел на мой концерт. Вот-вот, еще одна штучка. Значит, у нас вот эта вот любовь такая, да, как бы вот особенная, да, мы в этом смысле страна, которая вот необъяснимо вот кого-то любит до страсти, да, а кого-то хоть сто медалей, да, и там и не будет, да, и выделяй, не выделяй. А там другая история. Там, значит, ты должен так как-то быть уникальным и технологично, да, сделаться уникальным за счет получения самого-самого лучшего. То есть, если ты хочешь поваром, значит, иди поваренком там в какой-нибудь ресторан. Начинай сначала, да. Если ты хочешь, сиди прямо, вот что называется, прямо на полу, да, слушай самого лучшего профессора и так далее. Вот где-то здесь есть рецепт для нас, вот как нам и не впасть в одно вот это отчаяние шведское, когда мы будем считать только в денежном выражении, и туда вот эту дикую гонку не улететь. Рецепт у меня один. В нашей стране самое главное лекарство – это приоритет культуры над всеми остальными видами деятельности и форм. Потому что у нас случилась беда, у нас был ГУЛАГ, и ГУЛАГ вырезал у нас всего, что есть интеллигенция, старая русская интеллигенция, протестное движение. А до ГУЛАГа революция и все же. И до ГУЛАГа было, и до революции не было, пьяные матросы пили. Вот смотрите, как интересно, я задаю самый простой вопрос, если коснуться чуть-чуть политики, да. 25 октября группу матросов, революционных солдат и рабочих спровоцировали, рассказали, что там вина в подвалах. Вы знаете, на самом деле штурма не было, да. А временное правительство поставило женский батальон. Никто не обращает внимания на этот факт рыцарского момента. Поставили женский батальон в шутку, для того, чтобы сказать, ну кто будет нападать и убивать женщин, чтобы пройти, когда мы правительство временное. Мы себя назвали временным, мы не претендуем на власть. Мы до выбора в Думу. То есть все было сделано. Правительство временное. Женщины защищают и маленькие мальчики, кадеты, юнкера, да. И вот эта группа свора внуков крепостных, которых освободили в один день, в один год, вместо того, чтобы перед этим строить сотни больниц, школ, микросистем, городов, агрокомплексов, да, вот как батька, например, Белоруссии настроила, агрокомплексов там живут люди и хорошо живут. Понимаете, вот ничего не было продумано. Вот по-русски на авось. Давайте всех освободим. 40 миллионов выпустили. Так вот их внуки и правнуки и были революционными матросами, солдатами. Потому что когда они приехали в города, что у них было от города? Пыль, грязь, вонь, бараки. Там родились дети, там родились внуки, которые ходили. В России-то и сейчас остались они, как родимые пятые. Здесь они есть, эти бараки, в которых до сих пор живут люди, и в которых воняет всеми видами вони, да. Это же была серьезная ситуация. 1861 год. Это и есть страшный водораздел. Вот вырастили три поколения крепостных. А всего ведь 150 лет недавно было. Да. Всего. И вот они-то тогда побежали, они пили, пьянствовали всю ночь. Это и было в Великой Октябрьской социалистической революции. Это же давно известно. Но другой вопрос у меня. Как могло случиться, что через две недели советская власть устроилась в Мурманске? Через 10 дней во Владивостоке? Что через несколько месяцев русский православный люд стал снимать с церквей купола, снимать колокола, вытаскивать мощь и хохотать над ними? Как работала РПЦ? Как работал Святейший Синод? Как учили в школах, если группа бандитов, пьяных, и тут группа рецидивистов... Вы же сейчас про Воланда читали. Да. Ну так все затихло. Как могло случиться, что шестая часть суши была поражена в течение нескольких месяцев этой заразой? Как могло случиться, что вся русская элита, все белые офицеры, все верующие, все абсолютно превратились в такой гулаговский перегной? Вот что меня трогает. Вот поэтому я говорю, Россия – это страна, в которой, если хотим мы быть той великой, потрясающей, культурной, духовной страной, нужно на первое место поставить только образование и культуру. Все остальное гори-гаром. Ну, не обожремся мы, не пережремся мы этими колбасами. Ну, не переедем мы на всех этих машинах. Ну, не нужны нам всем эти все мраморные полы, греющиеся в домах. Посмотрите в глаза друг к другу, поставьте круглый стол, вспомните, как вы разговаривали, верните речь русскую, великую, величайший язык, потому что он самый мистический, самый эмоциональный. Такая у нас программа почти серьезная, и так мы хотим, чтобы это было прям вот естественно. Они не слышат просто, ни меня, ни всех людей нет, они не слышат. Как же слышат? Ну, вы же шутите. Да. Ну, мы шутим. Мы шутим. Программа почти серьезная, Михаил Казиник. Редактор субтитров А.Семкин